Девушки отдыхают 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 Вот как-то так. Ну что, скажешь? Да, здорово. Странные порнографические названия. Ведь это странный порнографический мир. Буйножопая? Странно. Пеннис? Да, просто планета по имени Пеннис. Теперь это канон в эпик НПС Мэн, Аллан. Вы можете увидеть Пеннис. Пеннис восходит. Пеннис восходит, но вульва заслоняет им. Господи боже. Мне кажется, мы решили, что это план, а не планета. Разве нет что-то такое? Неважно. Планеты на небе все равно остаются планетами. Хорошо, когда вы входите в библиотеку, вы знакомитесь с Анной. Она поворачивается, чтобы посмотреть на вас. Она ужасно похожа на вашего нового друга. Одета в похожем стиле, но в более... Как же это назвать? Официальной мантии. И на ней одна из таких плоских шляп, как бы... Академическая шапочка. Да. Что-то еще про внешность. Есть ли в ней что-нибудь особенное? У нее не хватает пальца из-за неудачного заклинания. Да, мизинца. И на ней очки. У меня сломаны оба мизинца. Как-то так. Вот так. И она далеко. Вы не видите ее лица, потому что она сидит за большой стопкой старых книг. Вы входите и видите только эту шляпу, а потом она появляется из-за книг. Мама! Вот как она выглядит. Вот так. Это именно то, о чем я думал, да. Да, именно так. Хотя она не такая старая. И мы вставим эту фотографию в кадр прямо сейчас. Она ведь не такая старая, не так ли? Да, немного староват. Она эльфийка. Скорее, она выглядит вот так. Я играю свою собственную маму, отлично. Так значит, ты наполовину эльфийка, а твоя мама полная эльфийка? Нет, моя мама... А, да, она эльфийка. Я забыл, о каком родителе мы говорили. Мама эльфийка, папа человек, верно? Папа человек, да. Боже, тогда я полагаю, что рано или поздно наступит момент, когда ты будешь выглядеть старше её. Да, это возможно, потому что ты наполовину эльф. Это было бы так странно, правда? В любом случае, вы входите, и она говорит... Мама, Клем, привет! Привет, мам! Клем, давай обнимемся! О, я думаю, не стоит. Почему это? Ну, скажем так, у меня насморк. А, да, да, лучше не трогать друг друга, или вообще как-то взаимодействовать. Или пересекаться. Да, или пересекаться с репликами. Или делать что-то, связанное с репликами, которые могут быть важны для съёмок. Мама! Мамочка! Мама! И она встаёт из-за стола, подходит и нежно обнимает себя. О, а кто твои друзья? Хороший вопрос. Я знаю, что ты говорила мне не ходить в лес и не знакомиться со странными людьми, но я встретила этих троих. Я понимаю, всё в порядке. Что бы вы ни делали, я счастлива, если ты счастлива. Главное — это безопасность. Главное — безопасность, ладно? У тебя есть презервативы? Потому что у меня их полно. Нет, моя мама о таком даже не подумала бы. Ладно, это Боб, а это Стивен. Это не обязательно. Спасибо, что назвала моё настоящее имя. И это Бородун. Не. В смысле, Боджер. Бородун — верховный чародей? Не-не-не, я имела в виду... О, нет! Я хотела сказать Боджер, прости. У тебя есть второе имя? Простите, Анна, а мы раньше не встречались. Не думаю. Боджер — второе имя? У меня нет такого, я Боджер Блоджер. Просто чтоб ты знала, в данный момент я представляюсь всем как Стивен. Я залёг на дно, так что не говори никому, что я здесь. Она только что сказала! Нет, я сказала, что он... Да, я знаю, а потом она просто догадалась. Да, я всё поняла. У нас с мамой нет секрета, всё в порядке. Извини, ты не могла бы не рассказывать о том, что я здесь, пожалуйста? Да, хоть и слухи, что ты... Мёртв? Мёртв. А, я знаю. Это правда? Да. Погодите, как всё внезапно изменилось. Как же вы... Вам придётся всё объяснить, простите. Мы пытаемся спасти мир. Верно, и я была в лесу, изучала Архифею, как ты мне и велела, и затем я... Ты с ней виделась? Да, она просто прелестна, правда чуть-чуть пугающая. Ты не назвала ей своё имя, своё полное имя? Нет, она бы контролировала меня, если бы знала моё имя. Я же не идиотка. Только идиот так мог бы сказать. Простите, вы о чём? Только идиот стал бы называть Архифея своё настоящее имя. Да уж. Потому что тогда она сможет тебя контролировать. Все я не знаю. Значит, ты говоришь, что нам нельзя называть наши полные имена Архифеем? А если они очень дружелюбные и помогают нам? Они исполнили наши желания, и всё так очень дружелюбные. Но мы ведь ни разу не называли ей наши полные имена, верно? По Бартоламью Озерис Плайтсон. Я Верховный Чародей Бородун. Боджер, командир этой команды. Грег. Нет, почти уверен, что всё в порядке. Да-да-да, мы вне опасности. Всё хорошо. И как всегда, никаких последствий для Бородуна и жопоголовок. Ты ведь не назвал ей своё настоящее имя, верно? Вы тоже с ней виделись? Да, мы освободили её от трёх старых ведьм. А, так вот почему ты сказал Стивен. Ты изобил не представлялся как Стивен. Это тот факт, который должен знать Верховный Чародей, и ты мог бы сказать нам. Наверное. Охуеть можно. Бородун кастует появление кофе. Я создаю малую иллюзию кофе и просто пью его. Большими глотками. Простите, простите, какой был вопрос? Кажется, это гифка с Аароном Полом, который играл Джесси, и он просто пьёт кофе. Нет, мы бы так не сделали. Ведь я типа знаю, что случится, если ты назовёшь Аархифея своё имя. Но ты напомни, напомни нам. Любая фея, которая знает твоё настоящее имя, буквально контролирует тебя. То есть может контролировать. У них есть это сила. Разве ты не назвал ей своё полное имя? Возможно. И так уж вышло, что именно у тебя старый добрый... Всё в порядке, продолжай. Что за старый добрый? Просто головная боль. Ясно. Я только что солгала своей маме. Ну да ладно. Ты сказала это вслух? Нет, я так подумала, сказала это про себя. Этим он оправдал твои дурные поступки. Про головную боль — это ложь. Всё не так. Я знаю, что мы сейчас просто заваливаем тебе информацией, и я очень сожалею об этом. Но чтобы всё понять... Да, я Бородун, предыдущий Верховный Чародей. И очевидно, что я не умер. Летил Временный Верховный Чародей на данный момент сверх меня. Она смотрит за тебя и закрывает дверь в кабинет. Ребята, говорите потише. Все друг друга знают в этой части города. Так или иначе, я Бородун. И я открыл портал и отправился в Медолесе в безопасное место, но он лишил меня всех моих способностей. Я опять за своё удар? Чёрт побери. Это меня даже не удивляет. И вот мы здесь, чтобы собрать немного информации о леетиле. Брось проверку проницательности. 19. Ты замечаешь, что она, кажется, вот-вот потеряет сознание и может упасть через секунду, если ты быстро не подхватишь её. Мамочка, ты в порядке? Ты быстро ловишь её, она слегка спотыкается и... Господи боже. Ты в порядке? Он только что был здесь. А ком это ты? Летил. Пиздец. Сколько минут назад? Вчера. А, ладно. Он пришёл пожелать мне удачи в моей новой должности главы тайных исследований, и он казался таким милым парнем. Да, не такой уж и милый. Он на самом деле очень злой парень. Он лишил меня моих способностей и хотел убить. Но, слава богу, мне удалось спастись, и оказывается, мы это только что выяснили. Это моя мама, мне кажется. Я хотел сказать в общих чертах, но оказалось, что он также связан с предыдущим верховным чародеем. А, ну это... И дело в том, что Летил лишил сил не только меня, верховного чародея Борудуна, он также... Что? Может, не стоит. Он ещё лишил сил... Простите, я пытаюсь сказать, но он кричит. Я пытаюсь рассказать, что он также лишил власти предыдущего верховного чародея Килотака. И он в моих мозгах. Сейчас он в его мозгах? Я думаю, нам не надо было это говорить. У нас большие проблемы. Эй, нам нужны союзники. Да, нам действительно нужны союзники. Интересно, она союзник? Она моя мама. Сейчас мы типа даже не знаем, можно ли тебе доверять. Да, мы даже тебя не знаем. А это аргумент. Последний человек, которому мы доверились, оказался злодеем. Да, а ты всё продолжаешь доверять людям. Со всеми нашими секретами. Ты знаешь, почему я продолжаю доверять людям? Потому что я такой потрясающий и всех люблю. Ой, да нахуй иди. Статистически, если постоянно доверять людям, то в конце концов одному из них точно можно будет доверять. Да. В моём сердце так много любви, Боб. Мне нужно поделиться ей. Как бы я хотел, чтобы у тебя вместо этого было побольше мозгов. Было бы неплохо. Анна подходит к столу и едва садится. Её слегка трясёт. Он был так любезен. Он сказал, что научит меня всему, что мне нужно знать. Как только он станет верховным чародеем, его должность освободится. Он сказал, что эта должность только для меня, и я была так взволнована. Полагаю, ты всё ещё можешь согласиться. Я думаю, что не стоит это делать. Просто я не думаю, что после победы над ним мы вернём его на пост главы отдела тайных исследований. Скажу честно. Так что, наверное, ты всё равно получишь работу. Технически. Технически. Ты всё ещё верховный чародей. Технически. Ну, типа... Но это ничего не значит, у него нет никакой власти. Да, ясно. Существует годичный период между исчезновениями одного верховного чародея и затем выбирает нового. Так что, если я появлюсь снова в ближайшие девять месяцев? Официально, прямо сейчас, верховного чародея нет. Есть временно исполняющие обязанности. Но если бы ты публично просто такой, эй, чё, кого я вернулся, вот он я. Всё равно, что нарисовать мишей. И поэтому, когда ты вначале потерял свои силы, Летил сразу же пустил слух, что есть Деппельгангер, выдающий себя за Бородуна. И вы узнаете его, потому что у него нет способностей. Таким образом, вы сможете проверить, настоящий ли это Бородун, попросив его сотворить колдостов высокого уровня. А я как раз думал, типа, должна же быть причина, по которой мы просто не можем рассказать всем об этом. Она есть, чувак, потому что я не идиот. Да-да-да, всё так. Я просто нарисую на себе мишень, хотя, если честно, с каждым днём эта мишень становится всё меньше и меньше. Чем больше ты восстанавливаешь свою силу? Типа, очень скоро наступит день, когда мы сможем сказать прямо, типа, смотрите, я Верховный Чародей. К этому времени Летил, возможно, будет обладать огромной властью внутри Ордена. Летил строит козни, планирует, и всё такое с тех пор, как ты пропал. И чем больше союзников у нас будет в Ордене Плетения... Орден Плетения, моя мама... Я просто хочу, чтобы мы реально убедились, что перед нами союзник, прежде чем всё разболтать. Ты всё говоришь «моя мама», будто мы, типа, будто мы знаем тебя всю свою жизнь. Ты всё ещё загадка для нас. Справедливо, да, это справедливо. Это моя мама, но кто ты? Сколько мы тебя знаем? Примерно полторы недели? Не пойми меня неправильно. Кажется, тебе можно доверять. Не, знаешь что, ты прав. Я бы и сама себе не доверяла. Не нужна эта пассивная агрессия. Послушайте, возможно, это из-за того, что прошло полторы недели, как вы знакомы с Клем, а мы, как бы, пропустили это, и, типа, такие... Ну вот, мы и подняли уровень. Но ведь друг друга вы тоже знаете всего три месяца. Вы познакомились всего три месяца назад. Это правда. Господь всемогущий. Но многое произошло. Подумай обо всём, через что вы прошли с ним за первые полторы недели вашего знакомства. Сколько же мы сделали за последние три месяца? Прям очень много. Много чего было, если честно. Мне бы не помешал выходной. Вы можете доверять моей маме. Ну, а кто сказал? Я сказала. Ну, мы знаем тебя. Всего-то дней двадцать. Ну, честно говоря, за двадцать дней многое может произойти. Просто вспомни наши первые двадцать дней. Победили лягушек, победили волка, победили холмового великана. И это полностью изменило мою жизнь. В мой мозг вселился сверхъестественный лорд тьмы. Мы встретили Лиэтила, познакомились с моим братом Фибом, познакомились со Стефани. За двадцать дней можно многое пережить. Погоди секунду. Хочешь сказать, что за одну игровую сессию прошло целых двадцать дней? О чём я и говорю. Тогда, видимо, я тебе доверяю. А я нет. Это так в твоём стиле? Да, в основном, потому что ты женщина. Нам нужно сходить в спа-салон на неделе. Но мы должны иметь в виду, что лучше не затягивать с этим, учитывая, что Лиэтил вряд ли станет нашим союзником. Так что, возможно, скоро нужно будет сказать, «Эй, я вернулся ещё как». Я просто напоминаю вам об этом. Это возможно. Знаешь, с кем было бы хорошо поговорить об этом? С Педриком. Да. И если бы мы могли... Ведь технически ты всё ещё верховный чародей. Но типа... Если он вернётся до дня выборов, то снова станет верховным чародеем. Но это опасный ход. Мы могли бы поговорить об этом с Педриком. Отчасти поэтому кампания длится до сих пор. Всё шло к тому, чтобы найти союзников в Мёртвом Мерзлоте и Эолине. А теперь на островах Тиливерн. Я не думаю, что сегодня типа нужный день, но новые союзники могли бы... Ты постепенно восстанавливаешь свои силы и находишь всё больше союзников. Так что, когда ты выйдешь и скажешь, «Эй, Лиэтил, я всё ещё жив». Я думаю, на девятом уровне. Давайте сделаем это. Это вообще-то твой уровень сейчас. Мы обсуждали это. Какого он был уровня, кажется, 20-го? Это максимум? Да. Ты потерял уровни? Ну да, с самого начала. В начале кампании Бородун был слишком силён. Анна сейчас немного потрясена этой новостью. Ведь человек, которому она доверяла, на которого равнялась и которого почти боготворила, как нового верховного чародея, который должен был привести её к большой власти, а она стремилась к этому всю свою жизнь. И выяснилось, что Лиэтил – жестокий лживый мудак, если верить вашим словам. Не то, что мы. Нет, мы славные парни. Да. Он сказал, что спустился поговорить со мной лично, и он только что направился в Делорин, чтобы поговорить с главами пяти семей. Он сказал, что общественное мнение важно для проведения выборов. Так что он начал говорить с семьями, чтобы убедиться, что они на его стороне. Уверен, но так он и сделал. Если то, что вы говорите, правда, тогда его нужно остановить. Мы не можем позволить ему уйти безнаказанным. Да. Что ж, вам тоже следует поговорить с пятью семьями. Вы должны рассказать им вашу версию. Это часть плана, поэтому мы здесь. Мы бы хотели немедленно поговорить с семьёй Селвин. И Блэйдсонгами. И Блэйдсонгами. И, наверное, с фантазмом. Почему семья Селвин? Что ещё более важно, так это даже не леэтил. Нам стоит говорить это? О большой и прибольшой проблеме прямо сейчас? Я думаю, можем доверять моей маме. Я думаю, пришло время просто довериться. Это ведь проебучий конец света. Ладно, хуй с ним. У меня в голове повелитель демонов. Что нам делать с этим? Растущий демон. Растущий демон лор. Совсем не обязательно вот так сразу переходить к этому. Это не самый лучший способ начать. Беседу. Беседу. Ладно. Анна встаёт на ноги, подходит к шкафчику с напитками. Просто дайте ей минуту, она придёт в себя. Налей себе двойную порцию, потому что впереди тебя ждёт ещё много информации. Заебало, давайте нахуяримся в салат. Можно мы сделаем так? Вместо того, чтобы объяснять всё сейчас, просто типа потратим следующий час на объяснение всей ситуации. Про килл-атаку, про тёмных лордов, наверняка она немного знает о тёмных лордах. Про Забелну, который рассказал нам всё это юрмю. Вы утаили от неё какую-нибудь информацию? Я думаю, статистически. Мы можем ей доверять. У него внутри кукла. Если так говорить, всё звучит лучше с точки зрения статистики. У него внутри кукла. Если вы понимаете, о чём я. Ну, это дополнительная информация. Так что ему, в конце концов, нужно идти в пуйского ряда. Мне кажется, что это мы можем отложить до потом. Я подумал, что не стоит забывать об этом. Я уже смирился с этим. Почему от вас пахнет плесенью? Ах, да, кстати говоря. Это из-за мокрых мантий. Боже, меня уже тошнит от этих мокрых, душных мантий. Может, просто с ними вообще? Такой вообще в них смысл. Оказалось, что от них никакого толка. Они совершенно никак нам не помогли. Так намного лучше. Бесячие мантии. Меня бы бесило постоянно носить мантию. Готов поспорить, так и есть. Я бы не хотел носить мантии всю жизнь. Знаете, что хуже всего? Это когда ты снимаешь мантию, и она отрывает кончик твоего уха. Твоё ухо? Ты в порядке? Всё нормально, это происходит каждый раз. Теперь это канун, ты потерял верхнюю часть своего уха. Наверное, мы можем приклеить его. Нет, это навсегда, теперь у меня только одно ухо. Чёртовый мантий. Я собирался снять её перед тем, как войти. Тебе нужно поставить ему парню из прачечной пятёрку с плюсом, чтобы он ничего не говорил. Что за парень? Роберт. Вот как? Он знает твое имя. Ну, он точно не получит пятёрку с плюсом. Роберт ужасный студент. Нам нужно остановить армию ёбаной тьмы. Вкратце вся наша ситуация, и мы действительно не знаем, что нам делать. Я думаю, что я понимаю, почему вы хотите поговорить с семьёй Селвин. О, правда? Ходят слухи о том, что они связаны с тёмными лордами, и многие из них связались бы с ними охотнее, чем кажется на первый взгляд. Добровольно. Конечно же, если это вообще правда, допустим. Но это правда. И когда призыватель костей, как он сам себя называл, оказался одним из членов семьи Селвин, то все они теперь на радаре. Ну, воображаемом радаре для всего телеверна. Классический воображаемый радар. Воображаемый. Воображаемый. Эта семья уже некоторое время находится под нашими наблюдениями. Было бы разумно узнать, что им известно. Но также было бы неразумно разговаривать с ними без понимания того, куда вы ввязались. Ведь если вы войдёте туда и начнёте обвинять... Например, не надо заходить и называть всем своё имя, и всё такое, тебе нужно быть хитрее. Да, я бы сказала, что не говорить своё имя — это самый необходимый минимум самозащиты, о котором нужно помнить. Особенно в присутствии фей и чего-то похожего. Я думаю, раз вы хотите поговорить, то вы можете где-то найти приглашение на Делерин? Это проблема, которую нужно решить, чтобы добраться до Делерина. У нас есть несколько идей о том, как туда добраться, но в настоящее время у нас нет приглашения. Или планы. У нас есть лишь намёки на планы. Да, пара идей, но... Если сможете пригодиться семьям, то они обычно приглашают людей. В смысле, вы же авантюристы? У вас есть навыки, чтобы... ...разбираться с проблемами? Да. Ну, создавать их, разбираться, да. Семья Сандана, которая управляет добычей полезных ископаемых в Эрангеле, они столкнулись с проблемой с драконом. Это как раз то, о чём можно разобраться и не только получить награду за охоту, но вас бы заметили, и тогда, может быть... Что за награда? Это клад дракона. Звучит неплохо. Можешь пополнить свой клад дракона. Большое количество денег определённо помогло бы заслужить расположение, в частности, семьи Ладогиб. Они будут рады вам дать приглашение на остров, если они почувствуют, что вы тоже из их богатого сословия. Ну и, конечно, есть семья Элдринов. У них какие-то проблемы с таможней. Насколько мне известно. Контрабанды или что-то такое. Они хотят всё выяснить. И если вы сможете положить этому конец, готов поспорить эта проблема. Да, интересно, кто вообще даёт взятки? Если вы сможете выяснить, кто создаёт проблемы, и остановить всё это, тогда... Почему ты так озадачен? Что? Я не принадлежу к семье контрабандистов, если вас это интересует. Я не об этом. Никто не говорил, что ты смешишь. Никто не говорил об этом, Боб. Нет, поэтому я и говорю, что я ни при чём. Бородун? Не-а. Есть несколько способов завоевать расположение семей. Я уверен, если вы... Прости, можно ещё раз? Что за пять семей? Просто напомню. Семья Ладогип, семья Фантазма, семья Селвин, семья Сандана и семья Элдрин. И кто самый... Слава Роберту за то, что он помнит всех. Кто с наибольшей вероятностью сможет помочь нам? Кто из них, скорее всего, согласится перенести нас? Мы же этого хотим. Мы хотим телепортироваться в тёмные земли? Нет, это вообще не то, чего мы хотим. Чего мы хотим добиться? Что нам на самом деле нужно? Я думаю, прямо сейчас мы... Я бы посоветовала вам поговорить с главами этих пяти семей и убедить их, что лейтилу нельзя доверять. Похоже, тогда нам нужно отправиться в Делорин. Это можно сделать. Вам просто нужно привлечь внимание тем, что вы необычные люди. И я надеюсь, что тогда вас пригласят. Ясно, мы отправляемся в царство теней. Пойдём. Что? Как ты вообще сделал такой вывод из этого разговора? В царство теней? Нет! Боджер! Нет! Мы пытаемся попасть в Делорин. Боже мой, какой же ты тупой кусок говна, Боджер. Мы и близко не станем такими сильными, что просто пойти разобраться с ними. Метагейм. Наша цель — стать чуть более сильными, но в данный момент наша цель — разобраться с лейтилом. Вам нужно узнать, с чем вы вообще имеете дело. По сути, мы просто собираем информацию, типа какого хуя мы вообще делаем. Вам нужно узнать больше о царстве теней и тёмных лордов. Второстепенная задача — разобраться с лейтилом. Узнать больше о царстве теней. Может быть, попытаться остановить, как говорил Роб, остановить людей, которые обладают такими же способностями, как и ты, чтобы не сделать Килотака сильнее. Но устранение лейтила никак не помогает нам с... Не помогает. Мы могли бы получить кое-какую информацию. Да, если он будет нашим союзником, он мог бы помочь. Это ведь он всё это затеял, так что, может быть... Пророчество, о котором также говорила Забилна, заключается в том, что у существа, у Килотака, была конкретная цель. И сейчас, когда его разум сломлен, он хочет отомстить волшебнику, который отправил его туда, где он сейчас. Так что его цель и сама его суть — это обретение силы, с которой он уничтожит лейтила. Так что, может, он перестанет набирать силу, если мы разберёмся с лейтилом. Также есть вероятность того, что если вы справитесь с лейтилом, то у него не будет цели, и он сможет обрести покой, или другой вариант вы справитесь с лейтилом, значит, он достиг своей основной цели, и его сила возрастёт. Кто знает. Вам предстоит это выяснить. Я думаю, что нам стоит найти помощь. Семья Сельвин и Краманты. Найти союзников и следовать мир в поисках союзников и людей, кто с вами заодно. Надо попытаться убедить других в правдивости пророчеств. Ведь, если честно, мы группа не особо-то влиятельных людей. И это нам-то предстоит спасти мир. Значит, вероятно, есть два варианта. Спойлер — да. Представьте, если бы вся компания Робо привела бы к тому, чтобы мы убедили каких-то левых людей пойти сражаться. Вы просто должны найти других ЛПС, которых нужно просто нанять, чтобы они сражались за вас. Было бы забавно, типа, пойти к какой-нибудь из этих семей, типа, ты суперсильный маг, и ты суперсильный маг, и ты, может, вы нам верите? Тогда вперёд. И они за кадром сражаются с килл-атаком и побеждают его. И тот же фейервер, как в Солитёре, типа, такой. А потом появляется сообщение... Игра закончена. У нас есть два варианта. Первый — мы пойдём и напрямую столкнёмся с семьёй Селвин, но очевидно, что это пиздец как опасно, потому что они слуги. Могут быть слугами тёмных лордов. Это означает, что они, вероятно, могут предоставить больше всего информации, и это хорошо. Или мы могли бы поговорить с людьми, которые занимались их допросом. У них, наверное, не так много информации, но это менее опасно. Опасно звучит веселее. Не так ли? Мне это нравится. Я думаю, ты отлично поладишь с нашей группой. Итак, мы либо убиваем... Ведь я не думаю, что нам следует вмешиваться в таможенные дела. Это звучит как ёбаная боль в заднице. Так вот, мы либо убиваем дракона, либо идём к мубу. Убиваем дракона. Зелаем это... Зелаем это... Убьём дракона. Убьём, убьём дракона. Убьём, убьём дракона. С моральной точки зрения, это противоречит моим убеждениям, но я в деле. Тогда всё решено. Вы уже знаете, что драконы обычно бывают двух разновидностей. В основном. Это металлические драконы. Латунные, золотые, ещё какие-то. Как правило, они вполне добрые. Есть цветные. Красные, жёлтые, зелёные, синие, бла-бла-бла. Не очень хорошие драконы. Дракон, который терроризирует раскопки и шахты, это красный дракон. И по своей природе это злой дракон. Давайте убьём его. Он тот, это он стоит вон там. А дракон какое из... Блядь, слишком много имён семей и прочего дерьма. Сандана. Кажется, я сказал, что Сандана, верно? Я почти уверен, что это так. Семья Сандана — одна из пяти семей, которые управляют островом Эрангель. На нём много гор, где в основном ведётся добыча стали. Да это знаешь, Боджер, ты раньше делал оружие из Эрангельской стали. Я раньше имел с ними дело поставки. Ты закупал поставки стали из Эрангеля. Это очень важно, хорошо подходит для создания оружия. Я кузнец. Нужно ли мне напоминать об этом? Ну... Чёрт, я чё с шоколадом не подавился? Напомни об этом себе. На самом деле, я очень хороший кузнец. Перед тем, как ты в очередной раз спросишь, где я могу достать клинок, я даже не знаю, наверное, придётся его кузнец. Ну не из задницы же мне его вытаскивать. Мне надо найти ёбанное место, чтоб сделать его. Что ж, может мы наконец, блядь, отправимся на Эрангел, чтобы там... Да, я собираюсь крафтить. Кажется, он искал себе щит на протяжении большего времени. Когда мы пойдём мимо шахты, просто такой, опа, затем ты... Итак... Я бы не стал этого делать. А мы должны... Ладно. Может мы... К дракону! И как только мы сделаем это, и у нас будут доказательства, тогда мы и пойдём к семье Сандана. И скажем, йоу, мы тут вот что, чё, ковоу. Ну да. А, значит Селвин. Я думаю, сначала нужно посетить семью Сандана. Типа, поздравляем. Кстати говоря, спи! И затем... Чего? Не-не-не. Думаю, мы будем милы с ними. Наверное, так и будет. Мы хотим заручиться, их поддерживать. Мы только что решили эту проблему для вас. Спи! Да, вы идёте к ним после убийства дракона и говорите, эй, мы убили дракона, мы крутые искатели приключений, пригласите нас в Дейлерин. Звучит как план. 16! Весьма неплохо, 16 на планировании. Теперь дракон мёртв? 16 на планировании, да, мёртв. Ана? Это правда звучит как очень хороший план. Мы направимся к... Почему ты... Что такое? Ну да, погоди-ка, мы кое-что не обсудили, а именно убийство дракона. Погоди, погоди, извиняюсь. Я, я извиняюсь. Ана, что это было? Ты пробежалась глазами по комнате. Нет, это был Роб. Да, это был Роб, ведь мы такие, типа, да, мы можем пойти убить дракона, а затем мы получим золото и бла-бла-бла. Итак, мы идём убивать дракона. Слышь, может, нам стоит всё спланировать, это ведь дракон? Ударю по нему молотовым. Не-не-не, я думаю, нам нужно хорошенько продумать план. Я слышу какую-то очень странную музыку, которая создаёт образ бегающих глаз. Серьёзно? Я ничего не слышу. Очень зловещая музыка. Зловещая музыка? Да, я знаю, какая-то атмосфера, связанная с богами этого царя. Похоже, что прямо сейчас на лице бога появилась грёбаная мерзотная улыбка. Короче, мы будем бить его молотом, пока он не умрёт, и мы не найдём сокровища. Давайте действовать очень осторожно. Да. Мы никогда не сражались с драконом, не так ли? Ты хочешь знать, как убить дракона? Позволь показать тебе. Чё кого? Критическая единица? Это знак, это точно знак. Чё кого? Дракон врывается через окно в кабинет Анны. Мама, ты можешь что-нибудь посоветовать? И в мире, где это случилось, я такой, ты хочешь знать, как убить дракона? Как нехер делать? И ты буквально слышишь... Какой большой дракон. Просто позвольте вам напомнить, что есть и другой вариант. Мы можем пойти посоветоваться с моей семьёй, они, возможно, смогут тайно переправить нас на остров. Скука! Но когда нас переправят, нам постоянно придётся прятаться и всё такое, мы не будем в почёте ни у одной из пяти семей. Ладно, мы девятого уровня. Девятого уровня, девятый уровень, девятый уровень, девятый уровень. Я думаю, что... Я в вас верю. У-у-у! Дракон! Я не думаю, что боги этого мира поставили бы перед нами невозможную задачу. У нас нет богов на этом острове. Бог этого мира. Самый главный. Который стоит прямо тут. Речь скорее о том, какую кампанию, по вашему мнению, мы проводим. В одной я добавил сюжетные зацепки, которые не подходят для вашего уровня. Например, Тёмный мир, что-то из Dark Souls, где вы такие, я пока ещё не готов к этому, но я вернусь, когда буду готов. Я не знаю, насколько сильны драконы. Бывает по-разному. Как вы можете знать, ведь драконы существуют в вашем мире. Анна, а мы знаем, насколько силён дракон. Насколько силён этот дракон. Она подходит к нижней полке и достаёт оттуда книгу о драконах, и она садится. Красный, красный дракон. И далее она кратко вводит вас в курс дела, рассказывает вам информацию о драконах. Она сообщает вам информацию о драконах, их сила варьируется от вирмлингов, только что вылупившихся, которые равны, ну, знаете, авантюристам второго уровня. Мы с этим справимся. Вы, разумеется, смогли бы разобраться с ними. И далее до древних, и веч, даже до таких великих змеев, которые были бы проблемой для команды 20-го уровня. Ты знаешь, а кто-нибудь, включая тебя, кто-то в университете видел этого дракона? Это могло бы помочь нам. Да, его видели. Его... Его модель поведения — пикировать вниз и атаковать отдельные повозки с ирангельской сталью, которую везут с рудника. Обычно он терроризирует, поджигает, ему нравится упиваться ужасом людей. Отдельные повозки. И еще он часто забирает одного из шахтеров с собой. Одного? Нападает на отдельные повозки, забирает по одному шахтеру за раз. Он не кажется таким уж сильным. Кто-нибудь пытался убить его? Было несколько отважных авантюристов, которые ушли и так и не вернулись. Ненавижу отважных. На деле по одному или двое за раз? Или группами? Небольшими группами. Типа нас? Типа нас. Мы небольшая группа. Мы небольшая группа, да. Но мы же говорим сейчас типа о группе крестьян. Да, не то, что мы. А если бы ты, например, могла оценить этих авантюристов от 1 до 20? Типа просто дать им случайное число. Если бы ты дала им случайную оценку от 1 до 20, сколько бы ты поставил этим авантюристам? Возможно, вам лучше поговорить с семьей Сандана. Что ж, тогда может нам стоит пойти и поговорить с семьей Сандана. Есть ли какой-то... Ну, типа, кто разместил объявление о драконе? Полагаю, член семьи Сандана? Семья Сандана, да? Это... Кто-то на этом острове? К Санданам! Три. Это на Эрангель. Дракон там. Я думаю, нам пора отправиться на Эрангель. По крайней мере, мы можем пойти и получить информацию и понять, что это плохая идея. Сколько стоит туда попасть? Я думаю, три серебряных. Думаю, что да. Может быть, пять серебряных монет или что-то в этом роде. Туристы туда не ходят. Я заплачу за вас. Не парьтесь. Не парьтесь. Да, ты просто чертов мешок с деньгами, господи боже. Не парьтесь. Где там были все казино? Они на Альталасе. Значит, пойдем? Да, думаю, мы пойдем. Мы хотим еще что-нибудь спросить у Анны перед тем, как мы уйдем. Припасы? Мам, какой твой заветный страх? Мой заветный страх? Из всех страхов, которые у меня есть, самый заветный страх того, что я умру неизвестный. Как знакомо. Это странный вопрос. Какой твой заветный страх? Да, я всех об этом спрашиваю. Зачем ты спрашиваешь? Ну, я всех спрашиваю. Пойдем, странный чел. Это часть моего характера. Ты странный, боже. Какой ты странный. Учитывая мою отличную память, мама, есть ли что-нибудь, что ты слышала за последний месяц, о чем я должна знать? Очень хорошо. Да, и так. Черта отличная память с фотографической памятью. Ты запоминаешь все, что ты видела и слышала за последний месяц. До тебя наверняка дошли слухи о руднике Эрангеля, об их проблеме и о том, что они предлагают клад дракона в качестве награды. Можно оставить себе все, что найдете, и также они предлагают скидку на будущие закупки Эрангельской стали. Полезно для тебя? Полезно для меня. Они говорили о драконе как о постоянной проблеме, но с перерывами. Как будто он нападает нерегулярно. Примерно раз в неделю или около того, он просто совершает небольшие налеты, хватает все подряд, убивает пару человек, а затем позволяет слухам сделать за него остальную работу. Похоже на маленького дракона. Судя по тому, что ты слышал, ты вспоминаешь все разговоры и детали, которые только можешь, люди обсуждают слухи на острове вокруг университетского городка и все такое, и да, можно догадаться, что это молодой дракон. Судя по тому, что я слышал, он молодой. И все такое. И все такое. Я все это рассказываю и не буду все повторять. Заговор пересказа. И еще раз, какую должность пытается получить Анна? Глава отдела тайных исследований. Эй, Анна, просто хочу тебе кое-что сказать. У меня тут есть эта случайная маска, ты хочешь подержать ее немного? 19. 19 на мудрость всего? Тогда 20. 20. Конечно. Все еще ощущается что-то вроде... Ааа, блин. Что-нибудь знаешь о ней? Как ты думаешь, в чем специализация твоей мамы? В чем она? Маски. Просто тает, превращаясь в груду крови и костей. Опс. Итак, вы прибыли. Нена! Мы же идем убивать дракона, так что собираемся это сделать. Что ж, удачи вам с этим. Пойдем. Да. Перевелкин Кирсона, озвученный, как всегда, в странном местечке. Не забывайте то, что это видео вышло только благодаря вашей поддержке. Поддержке наших бустеров на сайте boosti.tu. Это наши подписчики, их никнеймы, имена, фамилии. Спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете переводы, озвучки. Тонна контента ждет вас на нашей странице boosti. Поэтому, если вы смотрите этот ролик на ютубе, можете перейти по ссылке в закрепленном комментарии. Опять же, если хотите. И посмотреть, что там творится у нас. Можете посмотреть следующие серии, уже прямо сейчас, Epic NPC D&D. Можете посмотреть Critical Role. Можете посмотреть за ширмой, за кадром. Как Боб создавал эту кампанию. И какие есть приколюхи были. Собственно, что творилось за кадром. Короче, переходите на наш бусте. Поддержите нас. И, собственно... Да, такие вот дела. Спасибо вам огромное. Всех люблю, целую. Прощаюсь с вами. С вами был, как всегда, ваш Капрал Натурал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok